Сто лет — это целая эпоха, смена нескольких поколений и, безусловно, огромный временной отрезок. Ирина Прокофьевна Чапурнова была не просто свидетелем целого века жизни страны, но и участником исторических событий. За это время она столкнулась со многими трудностями, при этом оставшись сильной женщиной, умеющей радоваться жизни. Моей любимой прабабушке сегодня сто лет. Мы любим нашу бабушку, мы очень ею гордимся. У нас много внуков, правнуков. И мы еще, она еще у нас будет. Она у нас самая хорошая, самая лучшая бабушка, самая добрая. Мы ее любим, любим. Героиня нашей программы родилась в Карачаево-Черкесии, выросла и живет в станице Зеленчукской. Несмотря на то, что маленькой Ирине удалось окончить лишь три класса школы, девочка росла любознательной и активной. Всего за несколько лет учебы в образовательном учреждении она научилась читать и писать. Так и стала работником типографии. Учиться я не училась, три класса только кончила. И все, пошла на работу. Типография я работала. Вперед ученицей побыла, не знаю, месяца, может, два была ученица. Я тогда уже стала самостоятельно работать в типографии. Выпускали газету по пути Сталина. И все время так. Наборщицей была. Набирала газету. Работала. Ну, а дома мама, папа в колхозе работали. Я дома хозяйство присматривала, какое я был и работала. Потом война началась. Плохого никогда не было. Всегда по-хорошему хвалил. И на работе меня, что как я работала. Всегда вовремя газета была. Без опозданий. Ну, так. Не обижалась я. А учиться я не училась. Что-то я не знаю. В 1942 году Ирина Прокофьевна была призвана на службу в штаб сухопутных войск Марфлота. Ее определили в редакцию фронтовой газеты «Краснофлотец». Военное звание и специальность «Краснофлотец. Наборщик. Политотдела». Так значилось в ее краснофлотской книжке. Стою я за Реалом. Набираю. Статью. Подает мне бумажку. Я говорю, что это за бумажка? Он военкомат требует. Я говорю, что я там не видала военкомате еще. Начальник призывал. Я положила документы на Реал. И пошла в военкомат. По повестке. Я говорю, чего вот эта повестка? Эта повестка вас призывает в армию. Одна повестка. А тогда что-то перерыв. Можете с недели, а можете меньше. Вторая. Явиться с рюкзаком. Но надо собирать. Мама собрала рюкзак. И меня в военкомат отправили. А вот я и не помню. Где же я была? В Туапсе. В Туапсе тебя же сразу призвали. В Туапсе. А вот Туапсе я была. Она была всегда наборщицей. Ее призвали как бы сперва в город Туапсе. Она была наборщицей. Потом, правда, немцы разгромили этот город. И им приходилось прятаться в лесу. Они прятались в лесу. Набирали тоже весь этот инструмент свой. Таскали за собой. Были как партизаны. Не зажили в землянках. Набирали в лесу. В лесу же шрифт лежал уже в стеках у нас. Насилиса мы с ними. Подпольная. Информацию кто давал? Что печатать? Кто вам давал? Ну, проносили начальство. После окончания войны Ирина Чапурнова вернулась домой не сразу. В 1945 году получила тяжелое ранение в голову и долгое время лечилась в госпитале. С головой было плохо все время. Контозила. Лечилась. А много лет. И вот она как раз весной, она перед победой, она попала в госпиталь и полгода в Севастополе пролежала до октября. Она пролежала в госпитале в Севастополе. Вот так. Много она страшного рассказывает. Много страшных вещей, которых не хочется, конечно, рассказывать. Сколько повидали. И там, где они жили, их дом громили. И голодали. Ну, как все знаете, что вы. Да она нам вспоминает. Она даже нам называет своих командиров имена, отчества. Вот когда у нее настроение хорошее. Она просто сегодня устала. Много гостей было. Она устала. А так она нам вспоминает. Даже полость вот может сказать. Не помнишь, ба? Командира твоего имя, отчества. Помнишь? В землянке был. Ты к нему пришла. Мокро-мокро. После дождя. Командир. Александр Михайлович. Она вспоминает. Она их помнит. Когда вот настроение. Нюшка не уставшая. Она вспоминает нам даже и фамилии, и это. Расскажи, бабушка, как ты буденного видела? Когда на лошадь он садился. А струмина. Я лошадь большая, и струмина высокая. Ну, как же он будет садиться, что так высоко струмина в лошадь. На лошади. И вот я же и забыла, как я, что я там делала, сколько там возилась. Возле все ж наблюдала, как он будет садиться. Что так высоко струмина. Лошадь большущая лошадь была. И как он будет садиться на эту лошадь. И все я наблюдала. А Шанель же ее длинная же была. Ничего же не видно было. И он приходит и забрасывает. И тогда сел на лошадь. И поправляется как. А лошадь тоже большущая была. Ну, это, вот я не скажу, какое, но горыстое место было. Горы, горы, горы. Ее храбрость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, неоценимы. За проявленный героизм Ирина Прокофьевна награждена медалями за оборону Кавказа и за победу над Германией. В 1995 году получила орден Отечественной войны второй степени. И это лишь часть наград, которые красуются на ее груди в праздничные дни. Ну, она вернулась домой. Тут она вышла замуж. Родила двоих детей. Ну, к сожалению, они не дожили до этих. У нас папа и мама умерли, и тетя тоже умерли. Так она прожила всю жизнь. Ну, двое детей. Вот у нас пятеро внуков, десять правнуков и шесть проправнуков. Все мы как бы здесь живем, все рядышком. Мы очень любим нашу бабушку. Она у нас самая лучшая. Мы все около нее живем. Мы все желаем ей здоровья, здоровья и здоровья. Чтобы она радовала нас всегда, еще долго. Мы очень-очень любим нашу бабушку. Я ее очень люблю, ценю, уважаю. Она меня воспитала. Я очень-очень сильно ей горжусь. Очень хочу, чтобы не только мои идеи, 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 идеи. Ветераны Великой Отечественной войны – достояние как нашей республики, так и всей страны. Они помнят и рассказывают молодежи о тех тяжелых годах, когда нужно было отстаивать свободу и независимость. А после войны – восстанавливать страну. Спасибо вам, Ирина Прокофьевна, за мирное небо над головой. Субтитры подогнал «Симон»